Увага до работы, яке ведутся у Комарыне, ты можешь значна, что Минавитайон стал первым населенным пунктом Беларуси, вызволенным от захопников. Здарвался это 23 вересня 1943 года. У Комарынской средней школы сегодня до 75 года возволения арестуются так сама. Причем размова не только по деле у параде переможцев, когда в учни проходить по головной улице городского поселка с портретами своих родных у денег у Великой Отчины. Зараз у научной установки ведется работа по пошуку родных червона армейцев, яке загинули у этих местных осенью 1943 года. Память народа у нас проводится всегда, не только в памятные даты, а постоянно. Наши учащиеся связываются с родственниками воинов, погибших и похороненных в братской могиле. И вот буквально в этом году к нам собираются приехать две семьи из России, которые нашли своих родственников, которые хотят посетить братскую могилу в Комарине. До 75 года возволения Комарина рыхтуются и в Комаринском доме культуры. У Версни он станет одним центром культурного жития городского поселка. Поход же тут притягивается капитальный ремонт с элементами реконструкции. Керанисты установок кажут, что он вельми потребный. Будинку о мальтридесяти годе и весь этот час неких масштабных работ тут не проводился. Меж тем, это вельми запотребованный объект. На данный момент мы готовимся к Дню независимости, который будет проходить праздник в районе и поселке. Следующий праздник у нас Купалье. К этому празднику мы тоже активно, дружно готовимся. Сгодно с пашпортом объекта Комаринский дом культуры повинен быть сзади на эксплуатацию в наступном месяце, а для не выключено, что этот термин крыхлоповая лечится, проектировщики унесли у першопочатковый проект пыльные коррективы, которые дозволят заработать эксплуатацию дома культуры больше безопасным, а умовы для наведывальников комфортными. Сегодня свой собливый штаб будильников разместился в одной из ключей мирных покоев. Минавито тут журналистам рассказывают, каким будет центр. Ремонт в спортивном зале, то есть будет обновлено, будет уже современный спортивный зал, будет очень красиво смотреться. Дополнительно будет кабинет для хореографии, ну и ряд новшеств, замена светильников там старых на более модернизированные. Еще один объект, где ожидают будильников Комаринский детячий сад Ясли. Сегодня его выхованцами заявляется колеса детей. Еще когда их батьки были у таким же взрослых, тут плановалось побудовать бассейн. Комаринский детячий сад сдали в эксплуатацию в 91-м. Тогда, что побудовали бассейн, с того часа он не прорывал ни одного дня. Причина простая, у будинка нема грачьей воды. Зараз идет распроцовка проектной документации, и после реконструкции бассейн повинен принять детей. Принциповое решение об этом принято по одной важной причине. Не у Брагинским, не у соседних Хонинских районах зараз нема ни одного девичьего бассейна. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель», Брагинский район.